Лариса Новосельцева Светаевой, она его издала, именно уехав в эмиграцию после России. И сегодняшние все стихи, которые звучали, они в основном написаны людьми, которые потеряли Россию, которые написали эти стихи именно после своей России. Понятно. Два слова о всем цикле, о всем проекте. Хорошо, скажу. Начали мы этим заниматься не так, чтобы очень давно, лет 10 назад. Первые вечера у нас состоялись, посвященные разным поэтам. Мы назвали себя «Возвращение Серебряный век», потому что поначалу это были вечера, больше связанные именно с Серебряным веком. Теперь уже спектр у нас расширился. Есть программы, посвященные Золотому веку, и программы, посвященные современной поэзии. Поэзия второй половины XX века, шестидесятники у нас любимая тема. Так что спектр огромный. Мы проводим наши программы регулярно, раз или два в месяц. Ну, поначалу это было только в Москве, а сейчас вот мы, как видите, уже выезжаем и сеем разумное, доброе, вечное, где можем. Так что вы сказали «мы», «мы», «мы» — это кто? «Мы» — это я, это моя дочь Светлана, это Сергей, мой муж. Вот это как бы такой семейный проект. Сергей, он обеспечивает технический директор, так сказать, вся техническая часть на нем. Ну, и также реклама, и маркетинг. Ну, в общем, на самом деле, вот мы втроем волокем такой большой довольно-таки воз. Мы устали все-таки, 10 лет — это приличный срок. Вы знаете, нет, я не могу сказать, что мы устали, потому что это все время какие-то открытия. Вот все время же идешь и для себя что-то открываешь. Это интерес. Мы этим занимаемся, потому что нам самим это интересно. И кроме того, мы этим занимаемся, потому что мы видим уже отклик. То есть, наверное, начали заниматься, потому что самим интересно. А теперь уже мы видим, что это интересно не только нам, это интересно очень многим людям. И это не только интересно, а нужно, необходимо многим людям. Вот теперь нас многие уже просят, только ради Бога не бросайте нас. Понятно. А почему вот нужно? Почему вы считаете, что вот нужно? всего так много интересного вокруг но по-видимому все-таки поэзия это что-то особенное в жизни или потому что еще но это да это конечно но вот например то что о чем мы сегодня говорили поэзия русской миграции это совершенно еще не исследованный континент из этой поэзии мы знаем там десятка полтора имен так на слуху хватит не знаю говорят как бог даст во всяком случае во всяком случае еще много всего еще необъятное поле скажите как возникло нашем горизонте здесь просто учатся наши дети да вот так получилось что они выбрали себе бфм факультет таллиннского университета и здесь учатся поэтому вот вы как бы совмещаете да да помещаем детей заодно понятно не кажется что вот излишне лиричные вечера немножко заставляют там и немножко утомляет зрителя не в плане того что не интересно в плане того что то ну как бы слегка негативная энергия все таки присутствует но вы знаете нет это сегодня такая тема просто на очень горькая на очень печально поэтому эти все стихи они какой-то такой болью пронизана но с другой стороны ну нельзя этого не делать ну просто мы в долгу перед этими людьми ведь они вот написали тогда они-то это пережили все мы-то только читаем про это это нам больно и то нам тяжело да они это все прожили ну разве не долг наш хотя бы это вот озвучивать читать вот как бы знать о них удачи вам всего самого доброго прийдете к нам почаще хорошо спасибо а если можно да может быть что-то споете прямо сейчас прямо в микрофон ваш интересное предложение так а может быть что-то у вас как пожелание есть или или что хочу просто нет у меня ну что оператор просит что нибудь повеселее чем-нибудь разбавить ну я спою повеселее просто эту песню которая грустно спела в конце это специально так было сделано вот да вот вот такой вот из прошлого какой-то кадр такое уже можно 1 1 1 1 1 1 а на 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 поедем в царское село свободные отрины и пьяны там уймаются У ванны, скачив на крепкое седло, Поедем в царское село. Казармы, парки и дворцы, А на деревьях клочья, Работы и грянут здравия, Раскаты на крик здорово, Молодцы, казармы, парки и дворцы. Свист паровоза, едет князь, В стеклянном павильоне свита, И саблю влача сердита, Выходит офицер кичась, Не сомневаясь, это князь. И возвращается домой, Конечно, в царство этикета, Внушает тайный страх карета, С мощами фрейлиной седой, Что возвращается домой. Поедем в царское село, Свободные, отрины, пьяны, Там улыбаются ванны, Скачив на крепкое седло, Поедем в царское село. Спасибо.